Всем привет, друзья! Я рад, что вы включили данный видеоролик, так как сегодня у меня для вас будет две интересные и важные новости. Так вот, первая новость это польский Красный Крест и IFRC снова оказывают финансовую помощь украинцам. Так вот, данную заявку на вот такую помощь, напомню, могут подать те, кто прибыли в Польшу начиная с 24 февраля 2022 года, также те люди, кто не получали финансовой помощи от любых других гуманитарных организаций ранее, то есть это ООН, это АРС и так далее. И также имеют плохие жилищные условия, а доход на семью не превышает 2450 злотых. Это такие основные базовые условия для получения вот этой помощи. И, конечно же, далее, после того, как вы услышали новость, что Красный Крест опять запускает помощь, вы будете искать ссылку, где зарегистрироваться. Так вот, напомню, что для получения вот этих средств необходимо скачать именно мобильное приложение Красного Креста, именно через мобильное приложение и происходит вот эта подача заявок. А такую заявку можно подать до 26 мая. Но этот срок, к сожалению, может быть сокращен, если будет превышен прогнозируемый лимит заявок. И после этого новые заявки, конечно же, уже не будут приниматься и рассматриваться. Я постарался описать вкратце, как это происходит, но если у вас остались вопросы по поводу вот этой программы, то вы можете позвонить по номеру, который видите на экране, и получить всю нужную и необходимую информацию, конечно же, уже напрямую от Красного Креста. И вторая интересная новость – это Ярослав Качинский, это глава партии ПИС, кто не знает, он представил свою предвыборную программу. Так вот, интересного из этой программы Ярослава Качинского и самой партии ПИС, это тот факт, что с 1 января 2024 года пособие 500+, может быть уже увеличено до суммы 800+. То есть будете получать не 500 злотых на ребенка, а 800 злотых. Но это не единственная хорошая новость. Также он заявил, что лекарства для людей, которым до 18 лет и от 65 лет, то в скором времени лекарства для них станут бесплатными. А также Качинский пообещал сделать бесплатный проезд по автомагистралям. Эта новость будет полезна водителям. Также добавил, конечно же, что все это требует определенных правовых и бюджетных решений, но они рассчитывают, что инфляция в 2024 году будет низкой и в принципе получится это все внедрить. А также данная партия ПИС хочет идти по пути укрепления безопасности Польши за счет ее военной мощи и ее положения политического статуса. Как вы видите, Польша уже укрепляет свою армию, поэтому в принципе Польша также держит этот курс. Ну что же, друзья, вот такие вот две новости, которые, конечно же, будут вам полезными. Напишите обязательно в комментариях под видео, что вы думаете по поводу вот такой политической программы, насколько она реальна и на сколько процентов вероятность, что все эти нововведения будут введены в Польше. Пишите комментарии, будет интересно почитать как мне, так и нашим зрителям. Ну что же, на этом все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok